О, синяя. Да! Да! О, волкаут. Пожалуйста, Тотти! Тотти! Ну что, друзья, как я и говорил в прошлом ролике, если вы поставите 10 тысяч лайков, сегодня будет видос с Тотти по копингам. И да, я поймал Тотти, и это не кликбейт. И поймал не одного Тотти, а целых двух. Также у нас сегодня будет 4 сразу легенды. Вы представляете, масштабный видеоролик, составленный из трех разных дней. И как вы видите, лайки меня максимально мотивируют делать контакт, поэтому давайте снова набираем 10 тысяч лайков, и мы завтра выпускаем новый видеоролик. Ну, в смысле, не мы, а я. И первое, с чего мне хотелось начать, это крайне странная херня, которую я никак объяснить не могу. История какая? Вышло 12 паков по 50 тысяч монет. Я их все открыл, потом сижу, что-то листаю магазин, трансферный рынок, смотрю, паки по 50 тысяч подвезли. Я такой, что? Открываю, паки не открываются. Перезахожу, этих паков уже нет. То есть, произошел какой-то сбой, и типа FIFA не поняла, открыл я все эти паки или нет. Но я их всех открыл, но они отображались, как будто не открыты, и паки не открывались. В общем, я листал туда-сюда, туда-сюда, и в какой-то момент я смог открыть пак. Я такой, что, простите? И мне падает волкаут Алиса. Жалко, что он не Тоти. Потом снова пытаюсь открыть пак, и снова не открывается. Я такой, да вы что, прикалываетесь, что ли? Опять начинаю прям усердчиво нажимать, заходить, перезаходить, открывать, и бамс! Один из этих паков открывается. И что бы вы думали, снова волкаут. На этот раз мне падает Мане. Тоже рейтинговый игрок, тоже из Ливерпуля. И тут я подумал, блин, а может я сломал игру? Может быть это какие-то секретно-читерские паки, которые доступны только избранным? Может они на это и рассчитывали, что я буду постоянно тратить, 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 и в какой-то момент они откроются? Я не сдаюсь. Я начинаю дальше открывать, и что вы думаете? Мне падает легенда. И вот тут внимание. Нажимая на паузу, вы видите, что это голландские флаги. Как вы думаете, кто это? Гулит? Нет. Может быть Кройф? Нет. Может быть Зайдорф? Нет. И это Форвард, это Клюверт. Так или иначе, это легенда в паке рейтинга 91. Кстати, Зергейко Ферни, передаю вам огромный пламенный привет. Да, икона! Ебать! Да ну нам 91 рейтинг! Да, типа праймовая версия, но, блядь, он стоит всего лишь 400 тысяч. Тут обломно, конечно, увидеть флаги Голландии, легенду в паке за 50 тысяч, и поймать Клювер. Ну так или иначе, я не жалуюсь. Типа, 4 тысячи, это тоже норма. Тем более в таких странных паках, где практически каждый пак это был волкаут, я, опять же, настаиваю на своем, что это какие-то секретно читерские паки, и я взломал эту игру. Так что, ребят, если вы видите какие-то мелькающие паки, обязательно их открывайте. Это все не просто так. Ну и, конечно же, ребята, напомню о своих спонсорах. Сегодня Вестхам сыграет против Ливерпуля. Ставочку всегда можете сделать у моих надежных спонсоров компании OneX по закрепленному комментарию, или же просто перейдя по моему супер-пупер-классному QR-коду. А если вдруг вам нужны монетки, чтобы открыть паки, или просто купить какую-нибудь классную игру кассочку на мой личный сайт с продажей монет, будет в описании пандакой. Сказал одним дублем. Так, ну и что вы думаете? Естественно, я на этом не стал останавливаться. Легенда, это, конечно, хорошо, но мы ведь здесь все, чтобы ловить Тотти, да? Да, подумал я, и, собственно, пошел крутить паки на стриме. Кстати, в последнее время я чуть часто застримил, 2-3 дня подряд стримлю, поэтому, если вы хотите видеть доп-контент, так скажем, ссылочка на Twitch будет в описании. Ну и вот, ребята, как вы думаете, кого я поймал? Конечно же, это мистер Криштиан Роналдо, первообладатель! Ладно, не пошутил, естественно, это не мой Криштиан Роналдо, если бы это произошло, но то определенно в какой-то другой вселенной. Это Криштиан Роналдо, моего подписчика, по которому я рассказывал в одном из прошлых видеороликов, также ему упал Эусебио. Криштиан Роналдо плюс Эусебио. Это было все за один день у чувака. Я не знаю, кому нужно душу продать, как бы название его клуба говорит о том, что да, я в ахуе. Так что чекайте, ребята. В Next FIFA у меня будет такое же название. Начал я все с разных наборов, там премиум АПЛ, там вот Лига 1, собрал миллиард паков, вы просто представить себе не можете, сколько паков я открыл за последние дни. Просто нереальное какое-то количество. Паки по 50 тысяч, паки по 100 тысяч, уолкаутов практически не было ни в одном из этих промо паков. Вы не представляете, как мне сейчас сложно это все нарезать, видя, что у меня в целом получается контента на 7 часов. И из этих 7 часов я сижу и вспоминаю, что же мне падало. И самое страшное, что я даже вспомнить ничего не могу. Серьезно, я даже вспомнить ничего не могу до выхода ТОЧ, естественно. Также вы помните о том, что награды за Викендигу немного задержали. Открыл я их чуть позже, но лучше бы не открывал. Очередная Элита 1, 28 побед и самые лучшие красные карточки во вселенной. А вот с информами мне, можно сказать, чуть-чуть повезло. Настя зашла, открыла мне пакетик и там выпал интересный чувак. Информа. А, я смогу выбрать. Ну, только две? Вот, красненький, конечно. Португалия. Ну, слушай, не так уж и плохо. Это пока что лучший игрок. Силу, да? Спасибо. Ну, слушай, он сотку стоит. Типа, я думал, хуже будет. Ну, типа норм. Могло быть и хуже, скажем откровенно. Да, там мог быть Неймар, но Бруно Фернандо, что за сотку я дал. Ну и переходя к моим коллегам из OneX, не забывайте про мой промокод. Дальше ко мне на стрим залетел Никита Сударь. Мы начали вместе базарить, что-то открывать пакетики и в одном из паков я наконец-таки увидел это свечение. Ну, просто чекайте эту реакцию. Кто в нашем мире пьет алкоголь на Али? О, волкаут. Пожалуйста, Тоти. Тоти, блядь, да нахуй. Да, конечно же, сука, блядь, это Нойер, блядь. Сумка, чувак, Тоти. Да, чувак. Мои поздравления, брат, мои поздравления. О, боже, брат. О, да, сука, могли бы Кимиха хотя бы дать, сука. Да, да, ребятки, да. Нет, чувак, Тоти есть, Тоти есть. Мои поздравления. Сюда! Чувак, я искренне рада за тебя. Мои поздравления, брат, мои поздравления. Блядь, это здесь. Кто бы мог подумать, это Мануэль Нойер. Ну, многие, я думаю, догадались, потому что я сижу в футболке Баварии и в прошлом году я также ловил двух Алисонов. Я не знаю, что с этим делать, почему мне падают только вратари. Видимо, я заложник этой позиции. Может, мне по жизни нужно было стоять на воротах. Я играл бы намного лучше, чем в атаке. Я хз. Но вратари, это просто какой-то бич мой пожизненный. Постоянно. Если падает что-то классное, это обязательно вратарь. Облаки, Хандановичи, Торштеги. Я всех вратарей в этой игре поймал. Ну, и в целом, это показывает отношение E-Sports к рейтингу. Если рейтинг высокий, то это обязательно должен быть облак. Опять же, вспоминаем, что сколько раз нам падал облак и сколько раз нам падал Неймар. А я вам напоминаю, что рейтинг у них одинаковый. Так что всегда помните о том, что яшники, крутя вам дроп, они отталкиваются прежде всего от цены, а не от рейтинга. Ну, и тут я подумал, у меня есть Нойер не для продажи, надо же его как-то заюзать. Все-таки не хотелось его никуда сливать, типа ачивка, сами понимаете. Ну, все равно приятно иметь Тотти в команде. И я собрал Буатенга. Это, пожалуй, была самая бездарная карточка, которую я играл в этой части FIFA. Очень неуклюжий, неповоротливый. Про скорость я вообще молчу. Какие нахер 80? Он даже на 40 не бегает. Жуткий инвалид, поэтому, скорее всего, я защиту поменяю. Ну, и так вот, едем дальше. Естественно, я в надежде поймать что-то адекватное крутил дальше, вертел миллиард-миллиардов паков. Опять же, не сосчитать, сколько я открыл. И до стрима, и во время стрима, и после стрима. Ну, естественно, в дальнейшей надежде на что-то классное сливаю рейтинг на очередную легенду. И как вы думаете, кто мне упал? Нет, я проспойлерю, это не итальянец. В общем, чекайте. Полузащитник, только не Сократос. Сократос мне не нужен. Мне не нужен Сократос. Я же сказал, мне не нужен Сократос, блядь. Это Сократос. Очередная бич-легенда. Кто-то скажет, норм статы, но хз. 46 деф на ЦП не поставишь. С цапниками не игра. На форварда уж подавно баланс. Там вообще беда 50 или 40. В общем, бич-карта очередная в моем клубе. После этого стрима я пошел на свой бездонатный аккаунт. Собрал буквально там 2-3 пака, что ли, и мне падает контэ. Вы понимаете, это уже лучше, чем все то, что было на моем основном аккаунте. Это бездонатный аккаунт. Я вам напоминаю еще раз. Моя теория о том, что на бездонатных падает круче, подтвердилась. Контэ стоит около 300 тысяч монет, а мне не упал ни один игрок дороже 100к. Ну, Нойера я не считаю. Потому что, ну, Нойер это вратарь, и как бы, по сути, пихать мне его некуда. На следующий день я запускаю новый стрим, снова 50 паков, снова миллион фифа-поинтов доначенных. Открываю, кручу, верчу. Ни хрена вообще не падает. Мне вам даже из двухчасовой нарезки непонятно, что показывать. В конце стрима я опять весь рейтинг сливаю на очередную легенду. И на этот раз я решил пойти новым методом, не искать его. Я позвал Настю, и она мне объясняла, как визуально выглядит этот молодой человек. Это было забавно. Короче, сейчас выйдет чувак, и тебе нужно будет его описать мне визуально. Во-первых, он темнокожий. Так, темнокожий. Может, это Пеле, может быть, это Усебио, а может быть, Окочи. Он поджал нижнюю губу. Такой серьезный. Поджал нижнюю губу? Угу. Ну, там даже не кудряшки, но плотный волос какой-то темнокожий был. Угу. Вот, нос здоровый, глаза такие узкие, нахмурился. Нахмурился? Ну, какой-то серьезный стишка, не знаю, он такой. Не знаю, что он такой. Не исчезает? Нет, вот она передо мной. Так, у меня другой вопрос, почему я не могу отправить его в клуб? А почему ты не можешь отгадать? Ну, подожди, карточка сейчас там, да? Да. Ну, почему она в клуб не отправляется? Ну, ты у меня спрашиваешь? А в каких случаях такое бывает? В каких случаях она не отправляется? Потому что что? Ну, здрасьте. Честно, ты что? Ну, она просто есть. Все разнес. У меня плохие ощущения, что это дубликат, ребята. Если она не отправляется в клуб. Почему? Это из-за меня? Все, спасибо. Это пиздец, блядь. Это плохая карточка? Это пиздец. Это какой-то кал, какой-то кал. Блядь, у меня просто нет слов, нахуй. И тут я, естественно, впал в тельтуху. Два дня крутить столько паков, донатить столько FIFA-поинтов. И меня просто уже бомбануло. Я всех кумиров начал запихивать в СБЧ на нового кумира. Да, кто-то скажет сумасшествие, но что творилось тогда у меня в голове, сложно передать. Что, ребята? Вот они слева направо. Лучшие легенды, которые попадали мне в этой части FIFA. Опять же, по такому же методу Настя приходит и пытается объяснить, что это за легенда. Дубликатов уже не должно быть, хотя у меня есть Блан, у меня есть Золо, у меня есть Зомброты. Эли, смейся. А, ну нет, типа просто я не дождала видеть такого. Ну, щечки такие. Щечки? Угу. Так, у нас... Лохматенький, довольный. Довольный, лохматенький, щечки похож на русского, да? Ну, если сравнивать с чуваком, который вышел, и который на карточке, как будто разные люди. Вышел серьезный, такой накачанный. Чего, чуть-чуть ополухий, нос обычный, глазами обычный русский парень. А прическа какая? Такая... Ну, короткая, лохматая. У меня есть одно предположение? Ну, давай скажи. Это Шевченко? Это только внешняя, нет. Это не Шевченко? Нет. Ну, первая буква фамилия? Да. Но ты... Блядь, мне страшно, давай. Такая же, как у Шевченко. Это Ширер? Ну. Так, на S. Ну, типа S начинается, да? Ну, да. Сколс? Нет. Нет, оно произносится как Ш. Блядь, кто это может быть? Шевченко, Ширер? Не-е-е-е. S, первая. Да-да. Пожалуйста, игра. Не трави. Нет, это не Шукер. Ну, это же Онштагер, наверное, да? Я, блядь, сдаюсь, нахуй. Я, блядь, не знаю. Я просто, блядь, не знаю. Просто на грани удаления аккаунта. Давайте вот за этим лучше понаблюдаем, блядь. Много веселее, чем у меня. Делаем ставки, кто выиграет. Ну, Читас выиграл. Стоит ли мне что-то говорить? Сколько там? 14 или 15 кумиров средних, базовых за токены. Одна срань. Люди, как вы открываете, блядь, по одному кумиру и вытаскиваете там Меусебио, Пеле, Гуридов, Вьера? Я не знаю. Как вы, блядь, это делаете? За 14 гарантированных кумиров получить столько сраней, это больно. Ну и вот, ребята, 4 кумира вы увидели. Видели один тотик. Остался финальный. Я уже стою на коленях. Молюсь, говорю. И Esports. Все, что хуевое могло произойти со мной, оно произошло. Давайте, добивайте, финишим. Я уже качаю головой. Открываю пак с Лигой 1. И смотрите дальше. О, синяя. Да! Да! Сука! Да, блядь, нахуй! Иди нахуй, блядь, иди нахуй, блядь, иди нахуй, блядь. Просто иди нахуй, блядь. Вы что, меня убить хотите, нахуй? Это шутка какая-то. Вы что, блядь? Вы что, блядь? Сука, ну это МПП должен был быть. Твою мать. Пожалуйста, пожмите меня, сука, блядь. Боже мой, это просто пиздец. Щупанный Маркиниш, нахуй одевать одинаковый цвет, блядь. То есть, формально это Тотти. Формально это Тотти. В Лиге 1. Но мне падает Маркиниш. Вы понимаете, что тогда творилось в моей голове? Эти ебучие канадские уебки делают все, чтобы мы получали нахуй сердечные приступы. Потому что они добавили Тотти номинантов, о которых никто нахуй не просил. И открывая пак с Лигой 1, где всего лишь один Тотти и этом БП, блядь, мне падает ебаный Маркиниш. Такие же, нахуй, цвета. Такие же цвета, нахуй, как у обычного Тотти. Плюс инфаркт. Плюс сердечный приступ. Плюс, блядь, повод еще тысячу раз ненавидеть эту блядскую игру, блядь. Как так можно поступать, блядь, со своими пользователями? Я уверен, что это не случайно, что в команде недели еще есть Наймар и еще один, блядский, бразилиц, который вам падает в десяти случаях из десяти. Бразилиц, уолкаут, Лига 1. И это ебаный бразилиц, блядь. Тотти, фейерверки, блядь. И это обязательно ебаный Маркиниш. Почему, блядь? Почему вы это делаете? Они специально это делают. Невозможно такое подстроить, блядь. Какой нахуй Маркиниш? У него есть уже фриз-карточка. Нахуй он всрался в Лиге 1. Лучше бы ему ни нахуй не падал, блядь. Вы просто представляете? Все самое худшее, что могло произойти со мной, произошло. Да, несмотря на это позитивное название видеоролика. Два Тотти и четыре легенды. По факту мне просто насрали на лицо, блядь. Четыре легенды и все пососные, блядь. Тотти и самый худший Тотти. Тотти, блядь, нахуй свечение. И это Маркиниш из Лиги 1, где только МПП, блядь. Ну да, вот этому челу, блядь, нахуй в паке с одним редким кумиром падает МПП. Респект таким парням, респект, блядь. Сколько наборов я открыл. Сколько FIFA поинтов я вдонатил. Это просто уму непостижимо, ребята. И, кстати, ребята, возможно, кто-то не знал, но в этой игре есть вкладка, где вы можете посмотреть, сколько времени вы наиграли в эту игру, сколько паков открыли и сколько FIFA поинтов задонатили. Знаете, лучше бы я не находил эту вкладку. 248 паков я открыл за эту неделю. Это только за эту неделю. И это пиздёж, мне кажется. Я открыл намного больше паков. С FIFA поинтом, я думаю, что они подсчитали правильно. 316 тысяч FIFA поинтов. Но я шокер! Я даже не хочу заходить в калькулятор и считать, сколько денег было потрачено за последнюю неделю в эту игру. Ну, единственное, что хочется сказать, подводя итоги, не повторяйте моих ошибок, не тратьте свои нервы и эмоции на эту игру. Вы пытаетесь получать с него удовольствие. Видос, наверное, получится чуть больше, чем обычно. Но мне важно было высказаться. Кому, если не вам, кто, если не вы, с пониманием отнесётся к этой ситуации. Потому что вы так же, как я играете в FIFA, вы, наверное, так же, как я донасил эту игру. И вот то, что произошло со мной за эту неделю, это просто, блядь, сумасшествие. Это худшая Тотти история в моей жизни, блядь. Худшая Тотти, Маркини, уже 4 иконы. Ладно, не буду повторяться. Я уже много раз повторяюсь, но реально, у меня накипело. И мне важно было высказаться о испортивании. Алло. Только дай знать, где ты находишься. Вот код это я, а лазерная указка это Тотти. Вот примерно такой решен, да?